Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Начинаем урок. Сейчас у нас будет урок и в, как всегда, глава МИКЕЦ, и в Телеграме, глава МИКЕЦ, день сегодня третий, третий Ханука. И, значит, дополнительно у нас сейчас будет запись трансляции, начать запись. И, как всегда, в Фейсбуке все у нас работает. Приглашаю вас в Телеграм. Поделиться. В Телеграме у нас звук есть, почему-то опять видео нет. Ну, ладно. Вы можете смотреть в Фейсбуке, а слушать в Телеграме. Видео почему-то не включается. Почему не включается видео, я не знаю. Запись идет, звук идет, а видео у нас почему-то не показывает. Очевидно, в компьютере что-то с видео у нас экран. Экран показывает, а видео, очевидно, занято каким-то другим приложением. И оно не показывает. Секундочку, извините, дорогие друзья. Сегодня я хочу попробовать, чтобы и звук был в Телеграме. И у меня есть подозрение, что нет у нас... Сейчас я позакрываю порога, который могли бы воровать у нас видео, да? И, возможно... Соверши. Да, и, возможно, если я сейчас эти окна позакрываю, то видео появится. Соверши. Компьютер такой прямо... Зверь, которого надо уметь управлять им. Сейчас посмотрим, получилось ли у нас. Не получилось. Хорошо, значит, как получилось, так получилось. В Телеграме будем слушать, в Фейсбуке смотреть. Итак, сегодня у нас третий день главы Микетс. В конце двух лет. Значит, Микетс, Натамьямим. Напоминаю, что Йосеф вышел из тюрьмы. Его вытащили прямо. Потому что фараону снились сны, которые его очень пугали. И никто не мог их расшифровать. И вот через два года, значит, Виночерпи, который забыл про Йосефа, Йосеф ему... Йосеф ему помог выйти из тюрьмы. Йосеф ему помог расшифровкой своего сна. Причем это очень было интересно, что шансов, чтобы Виночерпия выпустили, было меньше, чем шансов, что министра булочника выпустили. Но Йосеф именно, он сказал, тебя выпустят все и вспомни, вспомни меня. И, значит, но этот Виночерпи, неблагодарность людей, он его два года забыл. Он решил, не буду ему проявлять благодарность. А вот благодарность, это самое-самое главное качество, которое дает человеку в этом мире, в коммуникации с людьми и с Богом, больше всего счастья. Поэтому хочу начать свой урок с благодарности. Я очень благодарен Всевышнему, что вчера мы были у врача, как раз из-за этого урок был раньше. И мама моя выздоровела, то есть ей провели операцию. И слава Богу, что Бог дал врачу возможность лечить. Спасибо Всевышнему, спасибо врачам, которые ее оперировали. И я очень благодарен и Всевышнему, и врачам, значит, за то, что мама выздоровела. Слава Богу, 10 раз. Отсюда идет благодарность родителям, да, чтобы этот урок был. Это мой папа, который ушел почти год назад. И тоже он дал мне жизнь, можно сказать, и от меня дети мои пошли. Все, спасибо родителям, спасибо Всевышнему. И когда человек благодарит Всевышнего, благодарит родителей, благодарит окружающий, у него, у него прямо, прямо мир его улучшается. Потому что, во-первых, ему лучше. Когда я отмечаю то, за что я благодарен, то я сливаюсь с этим, да. То есть я с этим сливаюсь, я соединяюсь с тем, за что я благодарен. И это становится частью меня. После того, как, значит, я благодарен Всевышнему, эта часть меня становится, я со Всевышним соединяюсь через благодарность. А как работает благодарность людям? Вот я, например, благодарен Максиму Перенчуку за его помощь в АИКРе. Он помог очень сильно, значит, сделал чат-бот, значит, Совет Эрэба. Сейчас он сделал чат-бот по изучению в Телеграме, по изучению Мишлей. Я Максиму невероятно благодарен за то, что он делает. И я благодарен, мне хорошо. Я благодарен Максиму хорошо. Если мне хорошо, Максиму хорошо, у нас общение вин-вин, мы дальше общаемся. Мы с ним уже год-два, может, даже работаем. И, значит, я очень Максиму за это благодарен. То есть благодарность – это соединяющее качество, которое, в принципе, самое важное. Неблагодарность, наоборот, это причина и следствие всего негативного, что есть в мире. Например, неблагодарность – причина гордости. Человек, который он слишком гордец, слишком высоко себя ставит, он уже не благодарит других людей. Почему я должен благодарить? Да, им за счастье мне помочь. Человек, который неблагодарный, он не замечает хорошие вещи. То есть он с ними не соединяется. А чем тогда он занимается? Если он неблагодарен ни людям, ни Всевышнему, ни родителям, значит, его внимание сосредоточено на том, чего ему не хватает. И теперь ему плохо, то есть человек неблагодарный, ему раз плохо, с людьми у него плохие отношения. Все, вот вам главный ключ. Теперь, значит, был Виночерпий этот неблагодарный. И Иосиф просидел еще два года в тюрьме. Два года он просидел в тюрьме. И вот, значит, потом фараон и снился сон, и в этот момент, когда, я сегодня слышал объяснение, очень интересный комментарий, что, а почему он все-таки в этот момент вспомнил через два года? Потому что, не потому что он был благодарен Иосифу. Мы видим из того, как он представил Иосифа, что он его старался в своем представлении опустить как можно ниже. Раб, еврей, подросток, он его так описал. Но у него выхода не было, потому что фараон был в этот момент уже при смерти от страха. Ему снился этот сон без остановки. И он проснулся, его сердце стучало, давление. Тут этот раввин, который это объяснял, он говорит, уже стоят амбуланцы, уже стоят это самое. И тут Виночерпий думает, если сейчас фараон умрет, придет новый фараон, я не буду Виночерпием, я не буду министром. Каждый президент, каждый царь, он свою команду новую набирает. Говорит, так что, я теперь должен свой пост поменять, надо спасать. И тут он вспомнил про то, что был там расшифровщик, и он как бы вынужден, не из благодарности, а именно из эгоизма, он Иосифа вытащил из тюрьмы, чтобы Иосифа расшифровал сны. Значит, Иосиф расшифровал сон, и сразу Иосиф дал совет, решение, как нужно действовать в этой ситуации. И мы знаем из устной торы, что настолько он хотел помочь и Египту, и фараону, и всем министрам, что он сказал, пусть фараон выберет себе человека умного и сообразительного, и показал на всех. И все сразу говорят, да-да-да, это называется строить отношения по принципу вин-вин, выиграл-выиграл. Все говорят, да, хорошее, хорошее он предложение сделал, давайте-давайте, уважаемый фараон. И тут, значит, читаем сегодняшний отрывок, и сказал фараон Иосифу, Ахарей-одия-элоим-отха, после того, как Всесильный, он сообщил тебе. А откуда фараон знал, что это Всесильный сообщил Иосифу, Бог сообщил? Потому что, когда фараон Бог сказал Иосифу, слышал я, что ты расшифровываешь сны, Иосиф что ему ответил? Белядай, без меня. Элоим Всесильный ответит, значит, для мира фараона. То есть, я здесь только проводник. И тут, говорит фараон, после того, как Всесильный, он сообщил тебе, все это, то, что ты рассказал, расшифровку сна и советы, полный план, что надо делать, Нету, говорит, такого сообразительного и знающего, как ты. Фараон сразу увидел в нем талант, да, то есть, у него было решение, комплексное решение проблемы, комплексное видение, что надо делать. И скромность, то есть, он не тянул на себя сразу, что я крутой. Он говорил, что все от Всевышнего, да. Значит, а та, и тут фараон, смотрите, это гениальное, вообще, управленческое решение. Все-таки, когда человек царь, он не зря царь, который может удерживать власть. Он должен, главная задача царя, это умение управлять другими людьми. Он ему говорит, а та тие аль бейти, ты будешь главным над моим домом. Он сразу его не сделал над всем Египтом управителем. Он решил его протестировать. Давай я тебя сделаю сейчас управителем дворца. Ты будешь над моим домом. Ва-аль-пиха, иша-ко-ра-ми. И через тебя будет питаться весь народ, который у меня во дворце. Там постоянные приемы, там, когда мы читаем, сколько у царя Соломона уходило еды только на его дворец, на его придворных, на его охрану и все, это было нереально. Значит, у фараонов был тоже очень дворец, чтобы содержать, это очень тяжело. Значит, фараон говорит, только мой трон будет выше тебя. Ты будешь у меня сейчас начальник над моим домом, завхоз. Посмотрим. Значит, следующий отрывок. Ва-йомер-паро-эль-Юсеф. Прошло время, Тора же нам дает, как бы, законы, она дает структуру мира. Значит, между тем, что предыдущим отрывком и следующим, может быть, 10 лет. Ва-йомер-паро-эль-Юсеф. Сказал фараон Юсефу. Ре-на-таки-от-ха-аль-коль-эр-ц-мит-сраем. Прошло-то, может быть, пару недель, может, месяц, может, два. Сколько нужно было фараона, чтобы протестировать Юсефа. И он ему говорит, да, вижу я теперь, что ты действительно гениальный менеджер, управляющий. Я тебя оставлю над всей землей египетской. И снял фараон печать, свое кольцо, печать, это было главным признаком у царей царской власти. И дал он Юсефу, это было еще выше, то есть он его вначале поставил премьер-министром, а потом он его поставил еще выше вообще, ну, то есть дал ему практически неограниченную управленческую власть. И он его одел в специальную царскую одежду. В Асэм ревит азавальцеваро, повесил на него золотую цепь. Знаете, как в Англии до сих пор король, он дает вот эти вот титулы разные, лорд, пер, там, и так далее. Он ему дал какую-то серьезную цепь на шею. В Айаркев ото бамиркевит амишне. Посадил его на колесницу вторую. То есть есть машина, которую возят, знаете, есть президентский самолет, а он его посадил на второй самолет, премьер-министра. Посадил он его на колесницу вторую, которая у него, и кричали перед ним Аврех. Аврех, значит, здесь нам устная тора говорит, что значит, они кричали перед ним Аврех. Можно перевести слово Аврех как из двух слов, Ав и Рах. Ав это папа, Рах это нежный, нежный. Он был молодой, ему было всего 30 лет. Аврех. Но это странно, что фараон приказал кричать перед ним Аврех. Папа нежный. Теперь второе, говорят, объяснение Аврех, это слово, это значит Аврах. Рах, это было на арамейском царь. Значит, он был папа царя. Он был как наставник царя. Он был по мудрости, по знаниям, он был для царя как ментор-наставник, да, такое. Уже тоже может быть такое значение. Третье значение самое, значит, в Талмуде дается такое, мне кажется, ближе всего к тому, что это было. Вейкру, Лифанав, и кричали перед ним Аврех. Берех это колено, на колени. В древнем мире власть была, очень была власть построена на подавлении личности. Когда было рабство, нужно было такой страх на людей нагнать, чтобы рабы боялись восстать. Чтобы рабы были согласны, что их продают и так далее. То есть, все было построено на страхе, на телесных наказаниях, на унижении человеческого достоинства. С детства людей просто прям угнетали, прям под прессинг ставили, что вы никто и ничто. И одно из методов угнетения и приручения людей к тому, чтобы они не восставали против правителей, было то, что перед высшим сословием они должны были падать на колени, там распластываться на земле и так далее. То есть, сразу видно, человек, который это делает, он как бы привыкает к тому, чтобы быть таким приниженным. И здесь вот это объяснение Усной Торы самое такое, сюда подходящее. И кричали перед ним Аврех на колени. Теперь, венатон ото альколь эрец мистраем. И поставили его над всей землей египетской. Вайомер паро иль Юсеф. Ани паро. Сказал фараон Юсефу, я фараон. Убилядеха без тебя лоя рим иш этиадо. Не поднимет человек руку свою. Вэтра глобы коль эрец мистраем. И ногу свою на всей земле египетской. Значит, он ему передал очень важное ведомство, которое называлось ведомство, выдающее оружие и дающее разрешение ездить на конях. Значит, человек, который сейчас, человек пошел права получать, да? Ну, получил он права на машину. Я считаю, что было бы хорошо еще больше ужесточить, значит, выдачу прав. Почему? Потому что в год, если вы посмотрите, сколько в год в каждой стране дибнет в авариях людей, то в войнах столько не дибнет. Нет. То есть аварии – это одна из главных причин смерти людей во всех странах. Теперь, а почему аварии? Потому что люди ездят, которым права или они купили, или они не проходили экзамены и так далее. То есть это страшно, насколько выпускают на дорогу людей неподготовленных. Раньше иметь коня – это было, что ты уже все полностью принадлежишь к высшему сословию. Теперь Йосеф, он давал разрешение на коней, и он давал разрешение на ношение оружия. Чтобы ходить с мечом, это надо было быть человеком очень проверенным, потому что власть очень боялась… То есть Йосеф одновременно получил в управление ведомства внутренней безопасности и так далее. Вайкра порою Шем-Юсеф и назвал фараон имя Йосефа Цафнат-Паанеах. Значит, дальше фараон, ему важно было… То есть он нашел человека, на которого он готов был положиться, Йосеф. Но теперь ему важно было, чтобы Йосефа приняли египтяне. Потому что он был до 30 лет, он был там рабом, в тюрьме и так далее. А тут он стал главным над всеми. И фараон назвал его, дал ему имя Цафнат-Паанеах, переводится «раскрывающий тайное». То есть он был всевидящий, он был всезнающий, он был человеком с божественным связью, да, с Богом большой. Вейтенло эт аснат бад патифера коэн он лейша. И дал он ему в жены дочку патифера, священника, там, самого главного египетского, в жены. В айце Йосеф Аль-Эрец Митсраме. И только после этого Йосеф вышел на землю Израиля, Египта. До этого он опасался, что может быть восстание, что его могут стянуть, что может быть против него заговор. Но когда он женился на дочке патифера, это был глава, как мы знаем, глава патифера, это был глава палачей. То есть это был отдельный отряд палачей. И, значит, фараон отдал Йосефу дочку от той жены, которая пыталась Йосефа изнасиловать. Значит, их дочка, Йосеф на ней женился. Ну, спрашивают, а как он может жениться на египтянке? Так, нам говорит устная традиция, что это была дочка Дины, которая каким-то чудесным образом попала в Египет. И которую этот вот, этот министр палачей, он ее усыновил. Это была, на самом деле, это была, Дина это была по отцу, значит, двоюродная сестра Йосефа по отцу. Это так говорит устная Тора. Но она была усыновленная в маленьком возрасте, каким-то образом она туда попала. И, значит, женился он на ней. И после этого он уже стал правителем, то есть он полностью его все признали. И сколько было Йосефу в это время? В Йосеф бен шлушим шанабе амдолифней паро мэлек митстраем. Когда он предстал и вышел из тюрьмы перед фараоном, ему было 30 лет. Войце Йосеф мэлефней паро вайавор беколь эрец митстраем. И вышел Йосеф от фараона. Прошел он по всей земле египетской. И началась земля. Он начал собирать то, что она делала в 7 лет сытости. То есть большие, огромные урожаи. Он их собирал всю еду. Он строил хранилища. Он каким-то образом умел эту еду консервировать. Специально ему открыл Всевышний, что если пересыпать зерно какой-то там с землей из того места, где оно росло. Какие-то он очень придумал химические эксперименты, чтобы сохранять это зерно в хранилищах. Что до него не умели делать. То есть он также умел собирать какую-то другую еду. Орешки там разные. Он придумал, как консервировать. Было у него, знаете, как Яаков. У него были стартап по разведению овец у Лавана. И он разводил там овец в невероятных количествах. Также Йосеф, он научился делать какое-то особенное земледелие. Сохранение земледелия. То есть он умел это все делать. И значит, все это он собирал. И собрал Йосеф зерна, как песок морской. Настолько было много зерна, что уже не могли его сосчитать. Везде были хранилища, в каждой области. И у Йосефа родилось двое сыновей перед тем, как он начался голод. Значит, что у него были за... То есть за эти семь лет у него родились двое сыновей. Которые ему родила Аснат, дочка этого потифера, Койна, священника Он. Вот этого, да, который... Куда был священник? Значит, Нашани, это Лентош, это оставил. Значит, что он зашифровал в этом имени? Йосеф, он страдал с детства. То есть у него были события жизни не очень хорошие. Его ненавидели братья. У него мама умерла, когда ему было 6 лет. Его после этого братья ненавидели еще больше. Они вообще с ним не хотели разговаривать. Потом они его в 16 лет хотели убить, бросили в яму. И потом его продали в рабство. Вот была его жизнь. И обычный человек, сегодняшний, современный, он назвал бы это все травмы. Травмы. У него были детские травмы. Мама умерла, сирота. Братья ненавидели. То есть у него травмы. И обычный бы человек, он с этими травмами бы очень мучился. Он бы переживал бы. Потом бы всю жизнь. Ему было бы плохо. Как люди хранят в себе и тянут в себе всю жизнь какие-то обиды. Какие-то травмы. Это то, что называется современная психология. Но Йосеф, он говорит, оставил. Всесильный дал мне возможность оставить все это. Весь тот трудности. Весь все эти трудности, которые были у меня в доме отца. Его отпустило. Он сумел, как бы, оставить все это. И, значит, он был, так он назвал первого сына. В этше машине и кора Ифраем. А второго он назвал Ифраем. Ифраем и перевод этого имени. То есть он говорит, смотрите, когда я сюда попал в Египет, у меня тоже была жизнь не сахар. Раб, заключение, тюрьма, обвинение в изнасиловании. Все. Но Всевышний дал мне плоды. А оказывается, все это, все эти 12 лет, которые были в Египте в тюрьме. Все эти трудности, они были для того, чтобы я стал, значит, премьер-министром в Египте. И он говорит, так теперь я понял. И второе имя он дал, чтобы все время помнить. Старое, то, что тебе тяжело вспоминать, надо отпустить. Новое, если тебе сейчас сложно, то нужно понять, что ты сейчас себе зарабатываешь плоды. Которые придут на будущее. То есть эта работа сейчас, если тебе тяжело, то ты работаешь для чего-то. И вот у него эти два имени, которые все время были у него перед глазами. Что было завтра, дальше мы узнаем завтра с Божьей помощью в 10 утра. Встречаемся и продолжаем изучать Тору. Хану Касаме, сегодня третий, сегодня второй день Хануки, вторая свеча, вот мы вчера зажгли. И, значит, чтобы каждый день мы добавляли изучение Тора. Вот этого света божественного, который, чтобы он стал после Хануки основой, основой жизни. Потому что если есть Тора, который освещает тебе путь, то тогда дальше ты зажигаешь, делаешь заповеди, зажигаешь свечи. И идешь к жизни путем моральной дисциплины. Учим книгу Мишли, значит, притчи царя Соломона. Это как раз моральная дисциплина, умение управлять собой и своей жизнью по Торе. То есть сначала ты должен знать, что делать, потом ты должен начать делать, а потом выстроить свою жизнь так, чтобы Тора и заповеди управляли твоей жизнью. Все. И чтобы Всевышний услышал ваши молитвы, и чтобы мы были очень благодарны Всевышнему за то, что он нам дает. Удачи, успехов Всевышнему и людям.